Напомним, бывшего заместителя мэра города Сергея Демина задержали в марте прошлого года за взятки. В суде установили, что знакомый Демина Александр Конаков оплатил ему отдых в Испании. За путевку Демин обещал товарищу руководящую должность в компании Барнаул Капстрой. Позднее, по данным следствия, Демин потребовал еще 15 миллионов рублей от застройщика, подрядчика Барнаул Капстроя. Ни одна из сторон судебного процесса не была согласна с прежним приговором для экс-чиновника Демина. 9 лет строгого режима, 15-миллионный штраф и конфискация имущества на 3,5 миллиона рублей сторона обвинения посчитала недостаточным. В то же время адвокаты делают все, чтобы Демина освободили. По мнению защиты, вина Демина остается недоказанной. К чему бывшему чиновнику помогать Конакову в получении должности, если его кандидатура и так была единственной на пост? Но прокурор счел обвинения более чем справедливыми. Мы полагаем, что судом неверно определен размер конфискации имущества Демина. В связи с тем, что мы внесено представление, просим увеличить размер конфискации до эквивалента суммы полученной взятки. То есть в размере 15 миллионов 158 тысяч рублей. Таким образом, сумма обвинения для Демина могла вырасти до 30 миллионов рублей. Однако, судьи вынесли иной вердикт. Увеличить размер подлежащего конфискации в силу статьи 104 прим 104 со значком 2 Уголовного кодекса Российской Федерации собственность государства, эквивалента полученных Демина в результате совершения преступлений денег, предметов, услуг до 3 миллионов 758 тысяч 961 рубля 50 копеек. В остальной части приговор суда оставить без изменения. Осужденный Демин присутствовал на суде онлайн. Своей вины он так и не признал и заявил, я оказался жертвой жестокого оговора. Находясь в тюрьме уже более полутора лет, я вижу, что даже за жестокие преступления против личности и то дают меньшие сроки. Чем можно объяснить такую суровость в отношении меня, мне непонятно. Мы согласуемся с нашим подзащитным непосредственно вопрос операции, кассационного, вернее, обжалования. И кассационное обжалование, вероятнее, все будет подло. А пока осужденного готовят к отправке в колонию. С сегодняшнего дня приговор в отношении бывшего заместителя главы администрации Барнаула вступает в силу. Анара Шагирова, Александр Антропов. День с толком.